Ребяшки, конничива, как говорится. Приветствуем вас в городе Осакан, Япония. Паром в Корею. Многие из вас смотрели этот обзор и многие написали в комментариях, неужели так правда обстоят дела? Это вот здесь вот ехать? Смотря что вы ищете. А мы думали, там это люкс? Не люкс? Так правда обстоят дела. Тем не менее, сегодня мы находимся, повторимся, в Японии, где тоже есть ночные паромы. В частности, вот этот аппарат, который называется Sunflower Kurinay. Он идет из города Осака в городок под названием Беппу. И на этом пароме, ребяшки, мы сегодня прокатимся, чтобы сравнить наш недавний опыт с корейским паромом, а также современный японский паром. Нам, честно говоря, в Беппу не надо, да и в Осаке нас особо дел никаких не было. Но, по вашей просьбе, мы приехали сюда, чтобы прокатиться на одном из самых новых паромов в мире. У нас 4 часа до отправления, тем не менее, такси высадило нас вот здесь вот. В Uber мы обозначили остановку терминал компании Sunflower, компанией паромной. И мы находимся вот здесь. Ни людей, ни машин. Вот два рыбака рыбу ловят. Куда нам идти, что делать, непонятно. Два правила за границей. Имейте всегда запас по деньгам в кэше и на карте, а также всегда приезжайте заранее. Ни одного указателя. Видимо, этот терминал больше похож на торговый центр какой-то. Но погрузка уже началась. Открыт гейт. Заезжают грузовые машины и легковые машины. Это паром, который возит не только людей, но и возит грузы и, в частности, грузовой транспорт. Кстати, на этом пароме можно прокатиться и со своей машиной, на своем велосипеде и на своем мотоцикле. Еще одна причина, чтобы приехать заранее, заключается в том, что процесс покупки билета, вернее так, бронирования билета, на этот паром максимально простой. Заходите на сайт, отмечаете, куда вам нужно идти, выбираете нужный паром. Сломанная ступенька в Японии, чувак. Ребятки, это аномалия. Вот такое в Японии увидеть, это редкость. Вернемся к билету. Нюанс заключается в том, что билеты на паром можно только забронировать, а не купить. На сайте нельзя их оплатить. За сколько их нужно выкупить, как нужно выкупить, как платить. Мы не в курсе, там не было никаких инструкций. Вот, Sunflower, масочка. Нифига, магазинчик. Смотри, в дорогу можно взять. Вот это я понимаю терминал. Пришли, какие-то магазины, кафе, стойка информации. Ремень можно купить. Итальянский. Да, у нас есть резервы. Кирилл? Да. Киму-сан. Да, это я. Окей, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, английский? Нет, английского? Ой, ой, ой. Окей. Это ресторан. О, ой, ой. Это тебе. О, ой. О, ой. О, ой. О, спасибо. Окей, спасибо большое. Бординг-гейт в Беппу. Почитаем лаунж. Это все наши соседи на сегодня? А что, где люди-то все? Сейчас, ребятки, надо это как-то перекомпоноваться. 55 секунд, рекламная пауза. Мы тут пока познакомимся с нашими попутчиками. И продолжаем. Ребятки, многие сейчас перемещаются по миру и смотрят в сторону IT. Потому что можно работать из любой точки мира, а еще хорошие зарплаты. Но IT это десятки разных профессий. Как выбрать ту, которая вам подойдет? Ребята из Skill Factory сделали крутую штуку. Называется бесплатный онлайн-проект IT-рентген. Всего за 5 минут вы можете пройти тест и понять, какая профессия подходит именно вам. После прохождения теста вы получите приглашение на онлайн-эфир. Он пройдет 14 марта. Эксперты подробно расскажут о каждой IT-профессии на примерах реальных компаний. А известный ведущий проведет интересные эксперименты. Но теория без практики не работает. Поэтому в подарок вам откроется бесплатный курс, где вы сможете попробовать себя в роли самых востребованных IT-специалистов. А еще сможете принять участие в розыгрыше сертификатов на обучение любой IT-профессии. Призовой фонд более 500 тысяч рублей. Прямо сейчас регистрируйтесь по ссылке в описании или сканируйте QR-код и проходите тест. Это бесплатно и займет ровно 5 минут. Как говорится, удачи. Продолжаем. Слушай, а там уже подняли? Мусико, ноу! Ноу? Мусико! Он уже отшел, куда я слился. Да ладно. Ноу? Мусико, ноу! А, они уже отсортовались. Чем раньше приезжаешь, тем больше шанс не успеть. Ну, что касается нас, так сказать. Кирилл пытается получить эрефант. Паром ушел. Было 19.55, по нашей информации. Когда я обзоры смотрел, у меня четко отложилось 19.55. И boarding time был 18.50. Типа за час до отправления. Сидим, кушаем пиццу. Открывай билет 19.05. Ноги в руки, побежали с чемоданом, с техникой. Не успели. Паром ошвартовался за 2 минуты до того, как мы прибежали в этот гейт. Но есть план, ребятушки, всегда есть план. Сейчас расскажем. Все вернули? Да камон. Все деньги вернули? Ребятушки, Япония рулит. Вернули абсолютно все деньги? Сами подошли, увидели, ну мы как бы единственные были европейцы. Увидели, такие, а вы что здесь? Подошли, говорят, трифант, трифант, давайте пойдем сделаем. Вернули ровно все деньги. Повторюсь, есть план. Сейчас расскажем, что к чему. Вернули ровно все деньги. Привет, ребята, это удивительно. Японский поезд опаздывает. Вон машинист даже стоит, ждет. Ха, вот и он, кстати. 30 секунд. Еще минутку-две, и нам должны были ожидать талончик специальный для работодателя, чтобы поезд опоздал. Это еще что-то подвозковная электричка едет. Вот это раритет. Ничего себе. Кирилл, ты где? Какие у нас места? Вот так. О, кстати, сейчас, сейчас. Красота. Это как лаунж тут, смотрите. Можно прям стоять, смотреть. Так. Кребешки в поезду лет 500. А смотрите, что есть. Для смартфона есть. Столик есть. Шторки вот такие. Ну а хит вечера. У этих кресел, внимание, электропривод. Так, ну что, город Беппу. Времени 15.00. Так, кребешки интересные. Вот здесь вот такое кафе в городе Беппу. Вот, идут до вот такого формата места. И это не шутки, потому что вот, пожалуйста. Да, ребят, кто-то ездит на кейкарах, а кто-то вот, смотрите, вот такое. А кто-то вот на таком. Да. Опа. Кирилл, подвинься. Вон он стоит. Вот он, красавчик. Ребятки, догнали. И, ребятки, ровно 25 часов спустя, вот наш паром. Паром больше грузовой. Вот, смотрите, палуб, наверное, ну сколько тут, 3, 4, 5. Верхний этаж VIP номера. Потом нижний, там немножко окошек. И вот тут еще чуть-чуть. Все, что ниже, это грузовые палубы. Для вот таких вот машин, а также для легковых. Ну, легковушек мало, хотя можно со своей легковушкой прям туда заехать. Как вот на скандинавских фаромах. Даже на мотике можно официально. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие паромы? Два. 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 Хорошо. Два. Спасибо. Хорошо. Так, давай никуда в этот раз не уходим. Сидим здесь, ждем вместе со всеми этими людьми. Хелло. Хорошо. Два. Спасибо. Смотрите, все типы кают тут нарисованы. Вот смотрите, сколько вариантов. Вот это все варианты размещения. Тут есть прям огромные номера с окном, двумя кроватями, гостиной. Можно велик провести за 3 300, тоже недорого. И мотоцикл за 7 500. Круто. И мопед за 5 600. Это расценки на фуры. 12-ти метровая фура промещается. 81-100 стоит. Charge point. Так, началась посадка. Сажают по классам. Ну, типа как по самолете бизнес-класс, потом все остальные. И чем я сама здесь? Окей. Мы наконец-то, наконец-то на пароме. Ребятки, ура. Халло, халло. О, хо, 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 вау, вау. Это покруче, чем корейский паром. Теперь понятно, почему люди предпочитают прокатиться на пароме. Жалко, правда, что уже вечер и, ну, ничего не видно. То есть на палубе не постоять, не посмотреть. И вот опять же сравниваю. Помните, вот корейский паром? Какое там было лобби, две скамейки. И вот сколько места здесь. Даже если вам что-то не понравится в своей каюте, можно прийти и здесь как-то вот посидеть. Время провести. С ноутбуком или просто. А почему у меня камера не работает? Нафиг я все сейчас все это время? Блин, было просто работать как айфон. То работает, то не работает. Ходил показывал, что-то все показывал, а камера не работала. В общем, вот. Интересный, кстати, проектор с круглой проекцией. Видишь, картинка наверху. Круглая проекция, не прямоугольная. Да. За эти деньги, конечно, достойно. Очень достойно. Какой у тебя есть? Еще раз. 7239. Нам нужно было в этом ехать. Блин, опять камера. Да что с ней такое? Слушай, выключилась. 7239, да? Так, такой вот номерок. Коридор. Ой, еще дедушки. И еще бабушки. Ключ в виде вот такого QR-кода. По-моему, не очень удобно, потому что помять такое или потерять, или смочить. Да? Сами понимаете. Работало. Пропусти человека. Yes, yes, please. Так, все готовы? Интересно. Все мы помним, корейский паром. И примерно тех же денег. Такой, тех же, в два раза дешевле. Получаем вот это. Раз, два. Ну ты посмотри, достойно. Если вот еще женщина не будет тарахтеть всю ночь. Значит, ребятушки. Это скорее вот японский ночной поезд. Индивидуальная каютка. Есть с окном. И ненамного дороже. Вот совсем прям тысячи на две. Ну, когда нам платим 10, где 10, где 12. Вот немножко дороже. Тем не менее, было только это. То есть, это лучшее, что мы смогли забронировать. Есть телевизор. Много, кстати, здесь всяких развлечений. Тут есть ванны с видом. Столик есть рабочий. Снизу спас-жилет. Все. Все, фен есть. Салфеточки. Кроватка вот такая. Ну-ка, что там по матрасу? Отличный матрас, прям толстый. Подушечка гречишная. Твоя любимая, да? Вот такая. И ночничок. Вот, ну посмотри, какой кайф. USB, розетка и полочка для телефонов. И самое-то приятное, ванная, комната и туалет в каюте. Не нужно никуда выходить. Вуаля. Ух ты. Ну, это прям приличное помещение. Ты посмотри. Душ есть. Туалет, умный, смотри. Два рулона туалетной бумаги. Кстати, 20 минут до отправления. Поднимемся, может, наверх пока посмотрим. А вот, кстати, карта. Вот мы идем отсюда и вот сюда. О, сокол. О, смотри. Классно, как сделано. Микроволновка. Нержавеечка. Можно что-нибудь приготовить. Горячая вода и лед. Если вы со своей едой, можно комфортно что-то сделать. Решили все-таки сходить проверить мое место. Чемодан оставим, а потом прогуляемся еще. Так, стопе, стопе. Душ для мужчин 24 часа. То есть для меня. Ну, потому что у меня-то душа нет в моем пласткарте. Иди сюда, заходи. Пока никого нет. Смотри, как все прилично. А что за Мэнс Бафф? Гранд Бафф? Общая ванная? Вот, магазин есть. Где куча всего. И ресторан огроменный. Вон, уже открыт. Вот есть тут недостатки интерфейса. Надо учитывать все-таки, что это японский паром. Японский. Вот сюда. А, вот смотри. Классно. Можно вещи оставить здесь. Если вы переживаете. 100 йен всего стоит. Но, я так понимаю, что это разовое открывание и разовое закрывание, если не ошибаюсь. Если достали, она как бы пропадает уже. Так, внимание. Это оно. Опа. Hello. Yes. Место номер 16. Соседи мои. Заходим. Окей. Смотри, уютненько. Вот мое верхнее. Ай. Ё-моё, я башкой стукнулся. Вот моя кабинка. Сейчас свет нам включу. Вот такая. Вентиляция есть. Это самое классное. Телевизор есть. Прикинь, я надеюсь, что никто не будет тут в среде ночи смотреть первый канал. Зубная паста и полотенечко. А у тебя пижама в каюте. Но, конечно, принципиальный момент. Там уже кто-то лежит. Как себя будут вести соседи? Но японцы вообще ведут себя хорошо. Мы сейчас говорим, но потому что кто-то отдыхает. Не клево. Всего тут 16 мест. В этой каютке. Смотри-ка. Переодевалка. Да. Ну, хоть туалета нет. Вот туалет снаружи. Вот опять же, видите, места есть плохие, а есть хорошие. Потому что у меня место там. И рядом двери. Вот, Кирилл, где стоят двери. То есть, если ходить туда-сюда, будут дверью хлопать. А здесь, допустим, вот там спать. Далеко от двери. Тут будет тише. Места выбрать нельзя было снова. Чудо будет туда. Так, куда чем надо брать? Сюда положим. Так, пойдем наверх, прогуляемся. А смотри, трехпалубный он всего. То есть, ниже шестого этажа, пять этажей, это грузовые отсеки. Ну, вот наша аудитория. Наша. Вот это. Туалет. Ух ты. Смотри. Я просто все корейский паром вспоминаю. Умные унитазы, системы самоочистки, писсуаров много, раковин много. Это только один туалет на одном этаже. А их на этаже несколько и этажей тоже несколько. Детский туалет даже есть. Офигенно. Это прям классно. Автоматы, водичка, водичка, соки, напитки. Какой-то экшен намечается. Почему-то вчера мы этот звук не слышали. Громко, блин, всем по ушам. А, тут совет. Висит везде наклейка. Сфоткайте QR свой и открывайте с телефона. Чего-то мы тормозим. Интересно посмотреть, вот каютку какую-нибудь. Внутри они выглядят вот так. Во, есть лаунж, который можно вот так вот посмотреть. Вот так, да. Это дешманский билет. Видишь, красный. Ну, в общем, там телевизор, пару диванов и окно. И бесплатное что-то, типа мороженое. А, смотри, тихонечко. Вот балкон и кают. Должна быть какая-то побольше площадка. Может, накормишь? Во, другое дело. Смотри, какая палуба. Большая. Так, ребят, несколько интересных фактов об этом пароме. Это самый новый паром в Японии. Они сейчас переходят вот только на эти паромы, потому что он на газу. Он может работать и на обычном топливе, но в основном используется газ. И к 2050 году эта компания Sunflower планирует перейти только на сниженные по CO2 или вообще нулевые по CO2, то есть по выбору сам паром. Видимо, все будут на газу, а старые будут, наверное, в Корею дадут. Так вот, интересные технические факты. Паром построен компанией Mitsubishi Shipbuilding. Принадлежит японской компании Mitsui OSK Lines, сокращенно MOL, M-O-L. Отходим? Вау, ты смотри, точно. Во, наконец-то. Процесс пошел. Наконец-то мы идем на японском пароме. Про двигатель. Двигатель называется вот так вот. Выдает мощность 4,6-9,6 мегаватт. Длина парома 200 метров, ширина 28 метров. Паром, на самом деле, небольшой. Всего три палубы здесь для ночевки, но это, повторимся, замена ночному поезду. Плюс маршрут Беппу-Осака. Это как у нас, Пермь, типа Екатеринбург. Ну, кто-то, наверное, захочет поехать, но не так, чтобы много народу. Тем не менее, людей так, на первый взгляд, довольно много, и все самые классные каюты выкуплены. Сюда помещается 100 автомобилей или, наверное, все-таки или, а не и, 137 13-метровых грузовиков. И вы обратили внимание, вот парковка, парковка справа, парковка слева. Когда мы подходили, везде были грузовики, ни одной машины нет. Видимо, все они заехали туда. Хочется кушать. Поем поужинаем, вернее, пообедаем по нашему-то времени. Посмотрим, чем кормят. Так, я подаю вещи перепакую свои, да? Засуду чемодан в камеру хранения, и через 15 минут встречаемся, поем в ресторан. Да. Что это такое? Это билет можно распечатать свой? дубликат сделать. Так, я сканирую. Опа! И вот у меня еще один ключик. Прикольно. 6, 7, 13, 6, 7. Вот, я сфоткал на телефон QR. Текст. Да ладно. Открылась? Класс. Занята примерно половина. Сейчас. Вот, никого нет. Так, тут вообще никого нет. Да, да, тут никого. Тут никого. Освежитель новенький. Как надо. Здесь никого. Ну, тут кто-то есть, но ушел. И тут никого. Комнатка максимально приятная, конечно. Но все равно это комнатка хостельного типа. Как только здесь начнет кто-нибудь храпеть, вся приятность этой комнатки улетучится. Честно говоря, думаю, можно даже... Блин. Японский габарит. Ладно, сейчас перекомпонуюсь. Пойдем им перекусить. Дверь закрывается мягко. Это приятно. Иначе не хотелось бы слушать грохот дверей. Итак, хранилищие чемоданы. Вот прям выходите. Вон, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук свободных полно. У меня тут прям три чемодана можно засунуть. Раз, два, три. Стоимость 100 йен. Монеточку бросаем. Красота. Магазин. Это что такое? Это я не знаю, что такое. Это что такое? Какое-то все японское тут. Во, вот это зачет. Я буду сегодня мороженое. Это вкусненькое мороженое. Главное, чтобы не из картошки, как в магазине, да? Магазинчик приличный. Есть что поесть, есть что попить. Тапочки, полотенца, пижамка, если вам нужна будет. Какие-то детям при бамбахе. Ну вот уже затарился типок, да? Молодец. Здравствуйте. Можно использовать это? Да. Да? Окей. Да. Концерт закончился. Спасибо. Спасибо. Вот можно классно поесть с видом в черноту. Но сейчас темно, видите, да. А когда погода нормальная, когда светло, можно классно посидеть. Чем кормят? Так, пока вот тут очередь. Салатик вот такой. Вот такой. Рыбка. Свежая. Вкусная. Горячая. Какие-то сосиски. Тут горячее. Тут что-то японское. Тут вот чего-то накладывают. Котлетки. Фритюр. И всякие супы. Мороженое есть. Мороженое включено. И есть десерт. Вот, уже подъели, но еще немножко осталось. Кормят достойно. Так, дедушка нас уют. Что произошло? Окей, окей. Окей. Ребята, вот смотрите. Рыбка. Рыбка, рыбка. Сахисочки. Пельмешки японские. Рис и салат. По красоте. Вообще, вечерний ужин. То, что нужно. Перепустим. Наконец-то. Проголодались. Ох, ну, ребятшки, кормежка образцовая. 2000 йен стоит ужин на взрослого. 1000 для детей. Но 1000 йен нам дали талон. Ну, не знаю, временная акция или постоянная. Соответственно, в рублях вот столько. Вот уже все ушли. Все уже поели. Людей немного на пароме. Потому что не сезон. Рассветов не видно. Закатов не видно. Поэтому многие, ну, предпочитают шинкан-сен. 4 часа я на месте. А тут всю ночь пилить. А вот когда сезон, когда можно и закат и рассвет посмотреть, тут народу явно больше. Вон, все уже обновили. Вот это вкусная штучка. Пельмешки японские офигенные. Рыбка. О, вот я хотел это поесть. Принесли его. Уже не лезет. Рыбка есть. Креветочки или что это? Сосисочки. Во! Вообще супер вкусные сосиски. Котлетки. Место. Рыбка и свежая сыра рыба. И тут всякие салаты. Мороженое. Офигенно. Все включено. Салаты, супы, рис. Рис со всякими добавками. Мы, честно говоря, даже все не попробовали, потому что еды очень много. Классно. Смотри-ка. Шоу началось какое-то. Нифига себе. Вот тут детям по приколу сидеть. Вот это точно дальнобой. Вот стопудово. Давайте спустимся вниз, где фуры стоят. Ага. У нас есть вторая палуба. Это Vehicle Deck. Vehicle Deck. Максимум можно спуститься на четвертый. И то. Фиг. Access to the vehicle deck prohibitive allow the vessel cruising. Понятно. Когда по ровному движению, кнопки неактивны. Спуститься нельзя. Жалко. Вообще никого нет. Вон, сиди на здоровье, отдыхай. С ноутбуком или чай пей. Сила ветра держит дверь И меня тоже Задувает Но стоит сказать Паром просто идет как утюг Идеально У современных паромов стабилизация качки Она сделана Крылья специально выдвигаются Поэтому надеемся, что на корейском пароме с утра не будет Потому что там вообще вот так все было Теперь надо открыть Чувак Аккуратно Ребеншки, мы посмотрели на самом деле все Разве что осталось ходить душ протестить Но это уж все извините, как говорится Хотя GoPro водонепроницаемая Ребеншки, что я пошел спать Хотя еще по Москве 2 часа 10 минут и дня Дневной сон Мы через 10 часов уже прибываем Такая добрая тусовочка Ладно, ребяшки, все Ты иди тогда к себе Если что будет интересное Буду вещать с GoPro Да? Увидимся О-хо-хо-хо-хо-хо! О, ребяшки Я хотел было спать пойти Нет Нет-нет-нет 270 йен Вот это прям С миндалем Красота Что еще есть? Причем странно, что А, не Бичпакеты есть Смотри Сифуд доширак, нудл. Все, претензии снимаются. Ну, а решков нет, хотелось решков поесть. Туалет хотел посмотреть. На картах. Ну, натер. 10 вечера, все вычищено идеально. Ковры сияют. Тут вообще просто вот. Не придраться. 716 пассажиров. Вместимость этого парома. Кстати, средняя скорость у нее 22,5 узла в час. Дамы не спят. Что-то не работает. Сработал. Окей. О, кстати, свет приглушили. Прикольно. Пойду еще поработать. Зарядку сел. Ребенщик устроился с дамами. В хорошем смысле. Значит, вообще классно. Он прям сел. Во. Офигенно. А то есть, спать пока не хочется? Сижу и куча места. Три этажа. Три танцпола, что называется. Вот люди ходят уже в пижамах. Интернет. Офигенно важно. Там что-то написать. Сеть периодически ловит. Вот две палки. У одного оператора наполовину, у второго полной. Потому что идем как бы в море, но между островами. Сеть постоянно добивает с берега. И пока посижу поработаю еще часик. Угу. Ух, дамяшки. О, люди спят. Смотрите. О, устроилась одеялка. Кстати. Ничего не понятно. Что это написано? Как это работает? Куда нажимать? Сюда? Хотел посмотреть японскую рекламу? Не работает. Зато есть USB и розетка. Вентиляция. Вот так свежо. Супер. Уже скоро прибываем. Через 6 часов пора поспать. Спать по 4 часа в день это не ок. Уже швартуемся. Он прям вибрирует весь. То есть швартуется, включает. Мы не вровали, потому что я не знаю, но прям вот так вот медленно, бочком. Неплохо-неплохо спалось. Гречишная подушечка – это наше все. Гречка во всех видах – это хорошо. Все, просыпаемся. Встаем, собираемся. Что происходит? Так мы уже в осоке. Блин, быстро все это происходит. Я ничего не успеваю. Следит за сменой обстановки. Ребята, впечатление очень достойное. Шел он как утюг просто. Вообще вот идеально. Стабилизатор, наверное, или что там новое стоит. Объявление с утра тоже не слышно было. В поезде хоть как-то там что-то шумит, а тут тотальная тишина. Вообще никаких источников звука, кроме соседей в купе. Но те тоже спали тихо. Мы не шевелились даже ночью. Как будто никто ночью даже не шевелился. Как-то так. Слушайте, дай я зубы почищу. О! О, блин! Может, успею еще покупаться? Во! Чистая никого нет. Так, пять минут. Зубы чистим и выходим. Вроде все взяли. В чемодан. Все, уже выходим. Смотри, как четко. Вот как там лично провожает. Вот и культура. А это что? А? О! Это водители. Пойдем, пойдем, пойдем посмотрим. Можно и на лифте, в принципе. Там лифт тоже есть. Но можно и пешком. Слышу звук дизеля. О-хоу! Ва! Ну все, чистенькая новенькая, конечно. Даже грузовой от всех смотрится вон. Прям все. Стопори и то все вон новенькие стоят. Деревянные. Вот легковушечки там стоят. Но в основном фуры. Обратите внимание на чистоту японских фур. Вот. Даже снизу. Снизу. Вон, посмотрите. Все абсолютно идеально чистые. Даже подвеска, даже колеса. Выходим. Вот все уже модные и нарядные. Фуру тоже, кстати, стоит недорого перевести. Тысяча. Сколько там было? 50-80 йен. Спасибо. Спасибо. Вот машинки выезжают. Все приехали. Ну, наконец-то, ребят, мы прокатились на японском пароме. Самое смешное, что нам ни в Беппо, ни в Осаку не надо было. Но вы попросили в комментариях про корейский паром. Неплохо бы посмотреть японский паром. И мы это сделали специально для вас. Тут бежали, помнишь? Слушай, а там уже подняли? No? No. Можик, no. Да ладно. Перепутали время. Просто перепутали. Еще приятнейший момент путешествия на внутреннем пароме, то есть из японского города в Японске, что нет паспортного контроля. Ни на входе, ни на выходе. Корейский паром, помните? Полтора часа на вход и два с половиной часа на выход. А здесь как на автобусе междугороднем. То есть встали, вышли и все, пошли по своим делам. Ну, ребятшки, вот наш прекрасный, без сомнения, паром. Теперь, ребятшки, о ценах. Паром стоил, на самом деле, очень даже недорого. Ну, относительно. 19 тысяч юаней стоил. Ее, ен. Стоил. Твое место 12 тысяч юан стоила моя вот эта вот каюта. То есть даже если сравнить с ночным поездом в России, в СНГ, цены примерно такие же, как за СВ и как за купе. Самое классное, как там все организовано в плане кают. То есть там максимальное количество одиночных кают, вот эти вот посередине, их очень много. Особенно, если вы с ребенком, с маленьким, в маленькую эту каюту одиночную заселились, пускай даже и без окна. Ну, как бы ночь переночевать, вообще ерунда. Японский паром, конечно, по многим моментам образец качества. И прокатиться на таком, даже если вам не нужно, вот как нам, да, стоит хотя бы потому, чтобы понять, как в мире все устроено, какие стандарты качества сейчас в мире и на что стоит ориентироваться. Идет как утюг, не шатается, тишина, суперкультурно, недорого, кормят классно, чистота, красиво, детские комнаты есть, душ, ванная с панорамным видом. Жалко не успеть сходить по красоте. Ждем ваш комментарий, привет из Японии. На следующий поезд, на следующий поезд. Поехали, увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok